Добрый вечер! Мы хотим, чтобы у нас каждую неделю приходили руководители министерств и ведомств республики. И вот Сергей Владимирович открывает эту программу. О нём немного, пожалуйста, на экране посмотрим. С декабря 1997 года директор спортивного комплекса «Энергия». С декабря 2005 года председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. С июля 2016 года вице-мэр Красноярска. С 22 января 2018 года заместитель генерального директора дирекции «Универсиады-2019». Является отличником физической культуры и спорта России. Заслуженный работник физической культуры Красноярского края. Женат. Двое детей. Мы работаем в прямом эфире. Можно позвонить к нам в студию и задать вопрос Сергею Владимировичу по телефону 298 800. Сергей Владимирович, по вашей биографии у меня такой вопрос созрел. Существует практика, когда руководить спортом в России ставят завершивших карьеру спортсменов. Вы немного эту схему сломали как спортивный функционер. Как вы считаете, а правильно ли когда закончивших путь в спорте большом людей ставят на руководящие посты в спорте? Ну, мое мнение, если, ну, в данном случае, в любом случае, какая-то школа управления все должны проходить. И сразу, если ставят на высокие посты, и это было, я в практике, очень много в России, и удачных, и неудачных. Поэтому здесь, конечно, зависит от, как учился человек, когда занимался большим спортом, когда занимался самообразованием, наверное, когда не только занимался спортом, а еще, наверное, интересовался в том числе тем или иным направлением, я имею в виду, углублялся в том числе в структуру управления, понимал в том числе какие-то бюджетные процессы, тогда, наверное, это оправдано. Если вот сразу вот так за то, что он там чемпион мира и олимпийских игр, наверное, все-таки сложновато. Я это видел по многим регионам, когда были. Хотя есть вот Калининград, например, ну, и в том же Красноярском крае сейчас руководит призер олимпийских игр. Поэтому здесь зависит от самого человека, ну, и какие задачи ставятся. То есть если ему будет помогать в том числе, как это сказать, то ведомство или то министерство или то правительство, которое поставило, то, наверное, тоже будет гораздо легче входить в коллективы, гораздо легче, наверное, понимать отрасль. Ну, поэтому здесь я, ну, в большей степени я все-таки за то, чтобы все-таки специалисты готовились. И вообще кадровая политика, она очень важна, и зачастую, ну, вот мое мнение здесь, должна быть преемственность власти. Вот я все больше и больше убеждаю, что должна быть вот четкая такая, ну, планы, планы, которые потом сказываются, когда приходят... Это монархия, что ли? Нет, ну, я имею в виду не то, что, но в том плане, что преемственность власти, что из этой же структуры готовят специалистов, и потом их не надо, они уже пришли, эта система уже выработала, им не надо, ну, как сказать, какие-то новые вещи. Они должны при... ну, может быть, и новые нужны, но они не должны ломать то, что уже было наработано. Вот если говорить обо мне, я пришел сюда не того, что, ну, как сказать, наводить какие-то ревизии и сказать, что это плохо или хорошо. Я пришел, во-первых, с уважением к той истории, к тем традициям, которые были сделаны, и просто при моем, может быть, опыте, при моем каких-то новых проектах, в которых я участвовал, в том числе в универсиаде и других, ну, их принести в республику. Вот я на себе даже скажу. Почти год, как вы работаете министром спорта, это же конкурс был, вы в нем приняли участие, сами подав документы. А чем наша маленькая республика переманила такого крупного спортивного функционера с мегаполиса Красноярска? Ну, я здесь, прежде всего, вот, закончив проект универсиады, и когда посмотрев, ну, я знакомился с инфраструктурой, знакомился вообще с отраслью спорт, в основном в интернете, и понимал, что, и видел, что можно сделать некоторые вещи, которые бы, наверное, прославили республику. И в этом отношении попытался подать документы, и после встречи с главой республики было радостно, что поддержали. Но когда вот встречались, разговаривали, я как раз и говорил о тех вещах, что вот отрасль спорта не может быть она отдельно каким-то, оно должно быть очень плотно и взаимодействовать с образованием, социальной защитой, с муниципальными образованиями. Конечно, надо выстраивать, в том числе и с Министерством спорта Российской Федерации, участвовать, потом такое же направление, как некоммерческие объединения. На самом деле, вот, анализируя другие регионы, как успешно привлекаются через некоммерческие объединения, в том числе и финансы в отрасли, различные отрасли, но и в частности в физической культуре. Если, например, в Казани, или даже вот тот же Красноярск, там более 100 миллионов, а у нас, если говорить, то по всем отраслям около 12 миллионов. Ну, Хакасия это расценивать можно, как все-таки по карьере вниз, или вы так вопрос не ставили? Нет, я вообще не задумывался о карьере вверх или вниз. Я здесь думал, ну, я не знаю даже как, думал, наверное, таких, ну, чисто амбициозных каких-то вещах, которые и хотелось бы сделать, и мы делаем их, ну, именно ставить задачи... Какие у нас бюджеты, и что не самое лучшее положение? До конца не знал, до конца не знал, я откровенно скажу, но, вы знаете, ну, первое для меня, теперь уже очевидно, не все деньгами как бы меряется, это точно. И второе, ну, нужно, во-первых, рационально эти деньги тоже использовать, и третье, надо не бояться, в том числе, их зарабатывать. Но зарабатывать в каком плане? Понимаю, что это не все перевести в платные услуги, сейчас скажут, особенно на селе, это очень тяжело. Но в том числе я и говорил, через какие-то некоммерческие объединения и привлекать эти деньги. Вы немного рассказали, вот, даже предвосхитили мой вопрос по программе. То есть, среди множества кандидатов, не знаю, сколько их было, выбор остановился на вас. То есть, вот, глава республики сказал, подходите нам. А чем так зацепили, ну, работодателя, будем говорить? Ну, наверное, вот, то, что я сказал, что должна быть вот такая вот... Программная такая работа всех отраслей объединяющая. Ну, вот я пример приведу. Например, сейчас идет работа по... И уже есть поручение президента по развитию детско-юношеского спорта. Как мы можем детско-юношеский спорт развивать без Министерства образования, без школ, без детей, которые работают? Поэтому вот... Или как работа со старшим поколением, работа с инвалидами. Как мы можем ее развивать без Министерства труда и социальной защиты? Обязательно. Как мы можем развивать или улучшать инфраструктуру без муниципальных образований, без Министерства строительства, без... Тем более, вот, есть такая программа благоустройства сельских территорий, которая идет по Минсельхозу. Конечно, нам нужно и с Минсельхозом здесь работать, но и вот... Это все вы прописали, вот, в своей презентации, да? Ну, не то, что... Ну, одно из... Ну, я по Минсельхозу сразу скажу, что... Я понял, вы за всесторонний, комплексный подход. Конечно, конечно. Везде и всюду. Да, да. Хорошо. Вы обещали провести ревизию, когда стали министром. Ну, вот, в декабре 2020 года. Что показал аудит? Ну, я хочу сказать еще раз, что я не проводил, вот, именно, найти какие-то ошибки. Ну, первая ревизия, которая финансовая, это, прежде всего, понять затраты, какие основные. Ну, и, конечно, в том числе, где-то обезда... Ну, это, как всегда, любой человек приходит посмотреть, как велась бухгалтерский учет, как велись программные программы. И в этом отношении, конечно, нужно было сделать аудит. Он закончился, и я хочу сказать, что, в принципе, я с уважением отношусь к тем людям, кто работал. В принципе, есть какие-то недостатки, но они все поправимы, мы их исправили. И сейчас у нас, по большому счету, нет проблем для движения вперед. Если вот так сказать, что никаких там особых сильных нарушений мы не нашли, и поэтому работа министерства, она идет в штатном режиме таком. У нас народ спортивный в Хакасии, вот вы везде побывали уже, познакомились. И как вовлечь людей в спорт, насколько много их дружит со спортом? Лучше ли мы вообще по сравнению с другими регионами, ну, взять хотя бы сибирский федеральный округ? Ну, то, что в республике любят спорт, это заметно. Но хотелось бы лучше, вот я так скажу. Для этого нужно, конечно, и мероприятие. Ну, может быть, еще мне трудно сейчас оценить, в том числе, ситуацию с коронавирусом. Все-таки мы не можем такие масштабные мероприятия проводить. В общем, пришлось отменять много мероприятий. Но в этом отношении есть над чем работать, я так скажу. Особенно на селе. Я вот приведу пример с селу Арбаты. И я приехал туда два месяца назад, ехал по улице, шел дождь, дети играют на улице. И я у них вышел поздороваться, поговорить, что у них. Ну, и детям некуда было пойти, и кроме вот физической, урок физической культуры у них больше ничего не было. Конечно, для этого, а это ж кто знает, может, среди них есть те же самые способные, одаренные дети, которым надо просто создавать условия для того, чтобы они себя проявляли. Но это одно из сел, которых очень много у нас. Поэтому, а там, в принципе, порядка, все-таки, если мне не изменяет память, порядка 50 детей. И, конечно, вот здесь любят или не любят, нам нужно создавать условия маленечко. Вот здесь я вот об этом хотел сказать. Это хорошие, правильные слова, но об этом, ну, и вы говорите, и все нормальные люди понимают, говорят. Ну, а все-таки какие действия? Ну, вот, например, тот же самый парк, ну, попадем по Абакану, да, говорите, вот, прекрасный парк, да, но он один, вот, по большому счету. А надо таких парков, ну, в Абакане, мне кажется, можно сделать, хотя это затратное. В Черногорске прекрасный парк, но его тоже надо делать. В том же самом Аскизе прекрасный парк, в Сорске, где можно делать такие зоны, которые, в том числе, где можно покататься на роликах. Мы снова финансы упираемся. Ну, с одной стороны финансы, но мне с другой стороны кажется, что вот, опять же, показатель, что если, вот, возьмем некоторые наши муниципальные образования, когда мы, вот, ставим задачу и потихоньку, потихоньку, каждый год, каждый год мы потихоньку двигаемся, двигаемся вперед, делая то или иное, как это сказать, событие, в том числе в благоустройстве, то через несколько лет все равно уже это место приобретет совсем другой вид. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, сейчас руководители муниципальных образований сидят и скажут, тебе легко рассуждать. Но я уверен, и я общаюсь со многими руководителями муниципальных образований, со мной согласятся, что потихонечку, потихонечку, возможно, это делать. Ну, это мое мнение, я здесь и вижу, что это и есть доказательство, когда планомерная такая работа ведется. Зачастую у нас как, вот, вот что-то спроектировали, сделали, у нас очень много незаконченных объектов по республике. Спортивных. Ну, и в том числе и спортивных. В чем причина? И желание, халатность? Ну, где-то недостаточно финансирования, где-то просто халатное отношение к своим должностным инструкциям тех людей, которые работают. Здесь тоже нельзя исключать. Я в этом отношении откровенен и говорю, что иногда нужно просто требовательно относиться к тем должностным обязанностям, которые ты занимаешь. И это видно. Это про руководителей муниципальных образований? Да, и в том числе. Ясно. Сорск. Там действительно закрылся спортзал, и какое будущее у этого объекта? Ну, вот опять же, если говорить о Сорске, эта тема еще поднялась одной из первых, которые мы выехали в составе рабочей поездки. С главой мы выехали, и сразу было дано поручение мне и руководителю города о том, что подготовить смету и в данном случае включить, так сказать. Ну, я хочу сказать, что очень долго готовилась эта смета. Да, она сейчас есть. Мы включили ее уже в расходы 2022 года. И надеюсь, единственное, что сейчас та смета, которая предоставлена была, ее надо уже пересматривать, потому что на сегодняшний день за этот год многое подорожало. Тем более, что там окна надо менять и ставить вот витражи, которые металлопластика. А это как раз тот материал, который сильно подорожал. И в этом отношении буквально сейчас мы будем работать с муниципальным образованием о том, чтобы все-таки при объявлении конкурса на ремонт это уже было какие-то достоверные цифры. Поэтому то, что деньги выделены, 7 миллионов на следующий год по спортивному залу Сорск, это уже факт. Хотите сказать, что тут недоработка администрации города? Да, это однозначно. Почему? Потому что на балансе города стоит этот спортивный комплекс. И здесь финансирование, финансирование здесь мне трудно сказать, потому что я с этого года, как раньше работали они, в том числе и с правительством. Но, с другой стороны, в любом случае, приходящая ответственность здесь, в том числе я не снимаю эту ответственность муниципального образования. То есть еще долго ждать жителям Сорска, когда там футболка играть? В следующий год, если все оперативно, опять же, проведет конкурс Сорск, то я надеюсь, что к новому учебному году дети там начнут тренироваться. Если это будет подрядчик нормальный, то возможно и раньше. По большому счету, для того, чтобы устранить аварийность, сделать крышу, заменить полы и поставить витраж, это, в принципе, два месяца работы. В одном из интервью Вы сказали, что не все проблемы в сфере спорта решаются и измеряются деньгами. Какие это проблемы и какие способы их решения абсолютно не требуют расходов? Ну, прежде всего, я думаю, и я за это заметил, это как раз равнодушие, где я иногда встречаюсь, в том числе и со стороны коллег. Если нет денег, ну и в принципе, вот и здесь мое мнение, что как раз, особенно в работе нескольких, ну, в муниципальных образованиях, встречаясь с тренерами, которые работают, многие, они получают заработную плату, но есть тренеры, которые на протяжении трех лет ни разу не выступали, и их дети ни разу не выступали в соревнованиях районного или республиканского масштаба. Какие здесь деньги? Он должен просто детей готовить, и чтобы они выступали, а есть такие тренеры. Поэтому многие скажут, ну, у нас нет денег привезти их в Абакан, там, или еще что-то, ну, вы выступите на соревнованиях районного масштаба, или там, городского, или еще что-то. Или я же здесь очень много встреч провел, в том числе там с тренерами, и говорил, если у вас нет возможности, давайте, в принципе, будем разговаривать и будем организовать вместе там с главой муниципального образования или города привозка этих детей на те или иные соревнования республиканского масштаба. Но на сегодняшний день никто не обратился. И я, когда разговариваю с руководителем муниципальных наших образований, у многих есть автобусы, и они решают это. И, по большому счету, я так понимаю, что просто люди как бы ищут причину, а не, как сказать, как решить эту причину, как проблему эту решить. Я напоминаю, мы ведем программу «Прямой разговор» с министром спорта Хакаси Сергеем Качуном. Нам можно позвонить по телефону 298 800. Хакаси, национальная республика, у нас есть свои виды спорта, но такое чувство, что мы слышим о них лишь на национальных праздниках. В остальное время полная тишина. Вот какое внимание Минспорта уделяет нашим исконным видам спорта? Ну, я вот здесь вот хочу сказать, что вот то, что это республика, и я могу сравнивать с другими регионами, что здесь гимн республики — это не пустой звук. И мне отрадно, что и радостно, и гордо, что именно дети знают гимн, и он звучит на всех официальных мероприятиях. Я это почему говорю? Потому что я тоже, когда начал знакомиться с традициями, с видами спорта, и понял, что только на одном из, там, в Аскийской долине на праздник проводятся мероприятия. Все остальное, как-то так, вот то, что вы сказали, я с вами соглашусь. Поэтому хочу сказать, что буквально через неделю мы получаем с Минюстом документы о регистрации Федерации национальных видов спорта, и мы начинаем большую работу, и впервые у нас в программе теперь будет раздел национальных видов спорта. Мы завели теперь финансирование по национальным видам спорта. У нас будет в том числе в общеобразовательных школах, в начальных классах мы будем рассказывать, и внедрять, ну, тот же самый ТОБИТ. И в этом отношении я надеюсь, что буквально за несколько, ну, я думаю, в течение следующего года мы изменим ситуацию и привьем в том числе не только любовь, а еще и популярность национальных видов спорта. И здесь в том числе и у нас есть понимание с Министерством образования республики, что здесь, ну, полное понимание, и есть муниципальное образование, которое готово в том числе проводить и разъяснять. И здесь мы уже начали и в том числе работу по правилам этих соревнований, и уже на протяжении трех месяцев мы работу ведем. Я надеюсь, к концу года мы издадим уже свод правил по национальным видам спорта. Ну, невозможно обойти вниманием тему, конечно, коронавируса. Много шуму вызвали решения правительства Хакасии по введению антиковидных мер. Вот по линии спорта расскажите, как эти меры коснулись людей, которые любят спорт, чего боятся, что нужно делать. Пожалуйста, Ваше слово. Да, сегодня очень много как раз звонков, разъяснений. Основные разъяснения, я хочу сказать, что вот коснулось это то, что, наверное, напряжение вызывает, что дети до 18 лет, посещающие секции, должны были в сопровождении родителей. Я здесь хочу сказать, что не надо все время их сопровождать. Важно здесь, чтобы родители показали свой QR-код, который они получили после привитости. Поэтому здесь как раз именно направлено для того, чтобы окружение детей были привиты. Поэтому здесь надо зафиксировать, что один из родителей, ну родители, не один из родителей, желательно, чтобы оба родителя были привиты и посещать уже сами могут, тем более там 16-летние, если говорить 17 лет. Вторая тема, которая очень такая, это то, что есть, если у людей медицинские противопоказания к прививке, здесь, конечно, мы считаем, это не противопоказание для посещения тех или иных спортивных объектов. Нужно просто получить официальную, обратиться к участковому врачу, а участковый врач направит на комиссию, и комиссия выдаст это заключение о том, что человеку противопоказание есть для привитых. По всему, и с этими, ну справкой человек может показать и посещать спортивные объекты. Но я хотел бы сказать, это мое мнение, еще раз о том, что это не пустые слова, и я имею в виду привитости, и я хотел бы обратиться в пользу случаям, что не бояться это делать, но уже все уже знакомы с цифрами, что на самом деле прививка это все-таки спасает, ограждает и помогает преодолеть этот недуг. Ну, думаю, зрители сделают свои выводы, учитывая в вами сказанное. У нас остается совсем немного времени. Я предлагаю вам сыграть в игру, называется «Черный ящик». Три вопроса, которые вам, скорее всего, не понравятся, но вы имеете право сейчас принять ту игру, ответить на вопросы или отказаться. Ну, давайте попробуем. Давайте. Как раз у нас осталось пару минут. Ваш главный минус, как у руководителя? Как, так сразу, наверное, доверчивость. Доверчивость. А это у вас, всю жизнь у вас такое? Ну, не то, что… Вот я сейчас ощущаю, наверное, в некоторых моментах, наверное, надо все-таки быть пожестче, наверное. Вот тут, наверное. Я доверчиваюсь, если не мягкость, а в том плане, что доверяешь, что человек понимает, осознает, что он сделает. Проходит время, возвращаешься к тем или иным вопросам, а вопрос не решен. Поэтому вот я для себя ощущаю, что многие вопросы надо делать быстрее. Какая зарплата у министра спорта Хакасия? Ну, порядка 130 тысяч рублей. Вам предлагали взятку? Здесь нет. А так мне предлагали. А что вы ответили? Ну, я сказал, что не нуждаюсь. Я самодостаточный человек и не нуждаюсь. Это то, что вы между вами остались и никуда дальше не ушел? Нет, да. Это мой между мной. Я, в принципе, на самом деле привык зарабатывать, а не получать за это. Угу. Ну, вы достойно сыграли в игру. Мне очень понравилась позиция искреннего. Сергея Владимировича. Ну, немножко совсем времени осталось. Вот такие вопросы. Ну, не будем уж сильно нагружать и зрителей, и вас. Футбол. Болеете за какой-то клуб? Да. У меня как-то вот очень еще с молодости остался «Зенит». Хотя сейчас, помимо «Зенита», мне нравится, как играет «Динамо Москва». А почему нам так фатально не везет в большом футболе, на ваш взгляд? А мне кажется, школа. Все начинается со школы. Я вижу… Как в Бразилии. Я имею в виду… Да, надо школы. И вот я считаю, что вот именно как раз проблема школ, подготовки… Вот я возьму по республике. У нас же очень любят футбол. И я считаю, что нам нужно создавать региональный центр по футболу для того, чтобы наши… У нас и много детишек, которые уезжают в другие регионы. Я считаю, что здесь как раз… Да, я не говорю о том, что создать команду мастеров, но какие-то молодежные команды, спорт номер один сейчас, необходимо делать. Поэтому, опять же, вот это вот… Когда начали говорить, почему в советское время мы были чемпионами Европы? Потому что у нас не было легионеров. Я не против легионеров. Я за то, чтобы наши одаренные дети все-таки меньше сидели на скамейке, чтобы они… А сейчас уже даже в нашей, не в суперлиге, а в высшей лиге, очень много уже легионеров. Да, нужна база, школа. В этом абсолютно с вами согласен. Вот такой была наша программа в рамках нового проекта. «Прямой разговор» с Таиром Очетаевым. Смотрите нас через неделю в среду в 19.30. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok